собственно, который является, ну, наверное, тоже полноценным главным героем этого фильма, да? И не только фильма, но и нашей жизни. Да. А насколько, вот, по-твоему, правда это страшно, что практически вся жизнь человека умещается вот в эту штуку, и взяв твой телефон, можно жить твоей жизнью? Это же оно не преувеличение, это не фантастика. Не преувеличение, не преувеличение. Я думаю, что взяв телефон любого человека, посмотрев его фото, видео, переписки, можно историю, там, сайта, на который он заходил, можно многое о нем понять и притвориться им. Вот. Что с основной дела ты главный герой нашего фильма? Если твой телефон украсть, можно так сделать? Я-то параноик, я-то у себя много чего стираю и мало чего храню. Я тоже, я тоже, я тоже осторожно к этому отношусь, да. То есть, как бы... Голый себя на телефон не снимаю, на всякий случай. Только для кино? Ну, а по переписке, избранный сайт? Слушай, это правда, я, у меня есть, прости, перескочу немножко, у меня есть такая в инстаграме... Не говорим, не говорим это слово, меня попросили, передовредили. Не говорим это слово, конкурент, извините. В социальной сети, такой оранжевенько-красненький есть, с кружочком квадратик. Куда выкладывают фотки? У меня есть такая рубрика, называется «Факты». Я часто выкладываю факты о себе. Я их, когда подмечаю за собой в жизни, я их пишу в заметках. И когда я собираюсь пост написать, я заглядываю в заметки, выбираю там 10 лучших или каких, какое у меня сейчас настроение, и выкладываю. И недавно я, значит, набрела на такой факт, я никогда не снимала себя голой на телефон. Я не снимала для жизни, для Гарика, я не снимала себя голой на телефон, но для фильма текст. Мне было такое задание от режиссера. И как теперь попроситься, снимала или нет? И вот, да, двоякость. Двоякость, да. Но еще осталось, пока, висит пока в заметках. Вот вопрос, как Кот Шрёдингер. Ну, это была не я, это была героиня тоже. Вот, мне кажется, что все-таки нет. Давайте считать, что нет, на всякий случай. А у тебя есть зависимость от гаджетов? Да. Вот, собственно, то, что мы спросили, да? Да, есть. Не можешь, если где-то его рядом? Нет, все время проверяю, где что. Где он в этом плачет? Слушай, там вся жизнь. Ну, конечно, там все, документы, какие-то важные переписки, какие-то ответы, ну, где-то навигаторы, какие-то. То есть она вся жизнь, действительно, поэтому я зависима от телефона, это правда. Дочке уже даешь? Есть у нее уже хоть какой-то свой электронный приборчик? Мы как-то специально не пытались оттянуть этот момент, чтобы не давать ей. У нее не было какого-то желания такого рьяного, прям, бесконечного айпода-телефона. Но даем, да, даем. Я напрягаюсь, когда она хочет смотреть разные блоги, ничего хорошего там нет. Вот мне это не нравится. А мультфильмы, фильмы, в принципе, пожалуйста. Но она спокойно может без него обходиться. Поэтому какого наказания ты будешь без планшета или телефона какое-то время, для нее это не наказание. Надо придумать что-то другое. Это, во-первых, это пока, во-вторых, но какое-то наказание придется придумать. Придется. Ну надо же, как-то. Пока поводу нет, нет. Ну хорошо. А непосредственно господин Глуховский, который является автором книги, и он же писал сценарий для фильма. Да. Правильно, да? Да. Он, и даже маленькая камео, кстати, там было, мы его в метро. В метро. Где еще Дмитрий Глуховский мог появиться? В метро. А, как, а? Да. Но не 2030. Три, два, три, забыл. Неважно. А ты тоже не помнишь. 20-33. Ну, 20-33. Да? 33 все-таки. А и 34, и 35, по-моему. 5-34. Он во время съемок помогал, участвовал, правил что-то, общались, он рассказывал, как он это видел. Простите, если громко. Во время съемок. Потому что иногда авторы не вмешивают. Во время подготовки к спектаклю мы с ним общались и виделись много, но он же живет не в Москве, и редко в Москве бывает, поэтому во время съемок мы просто не совпадали с ним. Вот. Ну, если бы готовились к спектаклю, то, очевидно, уже, в общем, все в суде. Нет, нет, спектакль и кино, абсолютно разное решение роли, абсолютно разная Нина у меня, вообще, тотально. На всякий случай, да. И в спектакле, и в фильме ты играешь одну и ту же герои. Да, я играю одну и ту же роль, но это совпадение. Никакого, никакой связи в этом нет. Более того... А то, что и Александр Петров, и Янковс тоже в одном театре с тобой. В одном театре, да. Но мы в спектакле хотя бы Ване и Саша предлагали сыграть в тексте, в постановке в нашем театре. Но нет, это совпадение. Ваня и Саша были сразу утверждены на роль. Фильм «Текст» я прошла через пробы, одни, вторые, третьи. Как случилось так, что я... Извините. В общем, параллель... Клим Шипенко пришел на спектакль «Текст». Не зашло ему. И он сказал своему кастинг-директору, человек, который не занимается подбором актеров на роли в кино. Но он ей сказал... Режиссер. Да, режиссер Клим. Он сказал, что ему не понравилось, как решены персонажи в роли. Не понравились мы. И он сказал, что своему кастинг-директору никого из спектакля я бы не хотел... Ядом бы даже не было. Даже на встрече я бы не хотел видеть. Мой агент настойчивая. Полтора месяца звонков. Она задолбала там всех, что хорошо. И они сдались и сказали, что ну давайте позовем, потом откажем. Классик. Позвали меня. Да, позвали меня. Ну вот, так я казался. И да, все-таки? Да. В общем, убедительно. Да, ваше объяснение. По мнению... Я не знаю, здесь так же. В театре обычно надо переждать аплодисменты, потом начать говорить. Нет, не важно. Вообще как угодно. Слушай, а кстати, если сравнивать театр и кино. Ты же, правда, очень много твоих появлений на экране. Через экран телефона, в кино. А в театре как это решается? Там же, ну... Так же. Так же? Тоже телефон. Один из главных героев. Да. Гигантский, видимо, какой-то. Там проекции, на которые трансляции. А, которые изображаются. Онлайн все снимается. А, то есть тоже все равно все это вот... Да, да. Надо в театр сходить, наверное. Потому что в кино-то я уже был. Сходи. Ну, правда, я не был на спектакле, поэтому я вот пытаюсь себе представить. Ну, это совершенно разные произведения вообще совсем. И Нина моя, она другая в театре. Она другая. С 24 октября начнем в кино, а на спектакле можно ходить, посмотрев афишу. Да, два раза в месяц. Разные вот. Все. Вопросы от пользователей. Прямо сейчас пулеметом. Давай. Прямо давай. Если вопрос не нравится, прям можешь прям... Честно. Не буду. Потому что мало ли что там. Я просто задаю. Катерина Лис спрашивает тебя. Это имя пользователя. Я догадалась. Хотелось ли тебе отказываться от роли только из-за того, что необходимо было поменять цвет волос, стрижку, прическу? Нет, конечно. Наоборот. Я бы с радостью согласилась на такие перемены. Поправиться, похудеть, цвет волос, полусеть. Исплату по встрече. Да. Нет, актеры, наоборот, очень любят такие эксперименты над собой, над своей внешностью. Я не знаю актеров, которые бы отказывались. Нет. Нет, нет, нет. И я. Я бы подумал, если ты лысый, то что ты можешь с собой сделать? Я отказывалась от постельных сцен в кино и от фильмов. А были предложения уже? Были, да. Но там это было неоправданно просто, чтобы раздеть, ради того, чтобы раздеть. С точки зрения того, кто это оправдан. Здесь я абсолютно доверилась режиссеру, доверилась материалу, поэтому... Не прогадала, надо сказать. А сейчас, смотри, я понимаю, что я не был спектаклей и книг. А в книге есть же эта сцена? То есть это не режиссерская придумка. Нет, нет, конечно, есть. Так автор написал, ребят, ну что здесь делать? Нет, ну эта роль требовала такой степени откровенности, поэтому... Да, да. Поэтому на встрече у меня Клим об этом... Это первый был вопрос, когда я зашла. Может быть, есть в этом связь моего утверждения? Я сказала, да вообще без проблем. Плохо. Сильбер... Надеюсь, Гарик не смотрит. Я говорила ему, что это было мучительное решение. У них сейчас съемки. Аплодисменты сейчас громкие. Я тебя себе представляю. Нет, нет, долго уговаривали там, нет. Будет голая сцена? Да, да. Зарплата не надо зарплатить. Сильвестер спрашивает. Инвестер? Что? Сильвестер спрашивает у тебя. Инвестер. А каково это целоваться в кино с чужим человеком? Ну, смотря с таким... Поцелуев особенно не было. С Ваней нормальненько. Ну, слушай, у меня... Ну, вообще не чужие. Вы играете в одном спектакле уже сколько? И там тоже у нас, да, случаются истории всякие. Вот. Ну, жена-актриса, ну что здесь делать? Ну, действительно, ну правда, ну а что? У меня была история, когда мне нужно было играть любовь, у нас были сложные отношения с партнером, и целоваться с ним, и просто общаться с ним было сложно, конечно. Вот так... Это вообще проблема, когда нет химии между актерами. Во многих сериалах говоришь, что главные актеры не выносят друг друга, но а что делать? А что делать, да. Но здесь, слава богу, такого не было. Да? Да, мы с Ваней и Сашей другим. Прекрасный вопрос, очень мне нравится. Макс Лейкан спрашивает, очень хороший, взвешенный, взрослый вопрос. Боишься ли ты щекотки? Я просто зачитываю, ребят. Думаю, что нет. Не практикую щекотку в жизни. Думаю, не пробовала? А у меня не щекотки. Тебя никто не щекотал никогда? Нет. Нет, ну может, щекотал, но очень давно. Вроде нет, я проверю. Я не знаю. Макс, мне интересно даже стало. Да, после съемки попробуем. Хорошо.